Приветствую вас на своем канале, с вами я Оксана Пашко, сейчас я буду делать бант из мастики, большой бант, покажу вам как его делаю. Припудриваю коврик немножко крахмалом, раскатываю на него мастику. Мастику раскатываю такой длинной полосочкой, потому что из нее буду вырезать соответственно бант. В тюрьме надо смотреть, чтобы она не прилипла. Бант у меня большой, несоответственно полосочка тоже должна быть большая. Мастику раскатываем не тонко, но и не сильно толсто. Теперь беру линейку и круглым ножом мне нужно ровно отрезать полосочку. полоску. Тянем. 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 эта сторона у меня получилась гладенькая красивая я ее сделаю наружной а это уже будет внутренняя сторона теперь я складываю свой банк он мне должен быть 16 сантиметров он у меня больше так как больше я соответственно отрезаю кусочек чтобы он получится нужной мне длины вот теперь он не подходит по длине как надо можно еще чуть-чуть отрезать подходит не и формируем наш бант формируем складочки на бантике чтобы он был как настоящий здесь уже есть складочка и с другой стороны соответственно тоже формируем складочки такие же как на той стороне снизу мы здесь тоже отгибаем так что было видно что тоже наш бантик со складочками красиво и накладываем это друг на друга прижимаем приклеиваем припудриваю немножко поднос крахмалом и переношу банты он мне на это подносит будет сохнуть для того чтобы он был объемный красивый я него подкладываю обычные салфетки складывая их несколько раз подымаю бантик и уже формирую вот здесь оно было красиво и кругло красиво точно так же и здесь сформировала бантик здесь оно упало сейчас я его по другому сложу вы уже смотрите как у вас получается вот такой у меня бантик теперь он будет лежать пока он не подсохнет после того как он высохнет я эти салфетки вы ему и положу его соответственно на торт опять раскатываем такую же полосочку мастики буду вырезать ее такой же толщины как и толщина бантика перепудриваю чтобы она у меня не клеилась полосочка такой же ширины как и ширина бантика хвостики же идут от бантика и соответственно полосочка должна быть такая же ленточка везде одинаковая отрезала теперь с этой полосочки формируем хвостики для нашего бантика вот такой хвостик 1 на 2 и здесь точно так же заглаживаем концы красиво я беру свой поднос не забываем припудривать если оно высохнет и приклеится уже тогда его невозможно будет отклеить от нашего подноса берем опять салфеточки и чтобы был красивый у нас изгиб подкладываем опять салфетку то есть вот такой изгиб нашего бантика хвостика бантика вот эта часть уже будет у нас ложится сюда под бантик и соответственно в таком положении оно высыхает и формируем второй вторую часть опять припудриваем делаю визит волнообразную и опять беру салфеточки теперь ждем пока наш бантик высохнет когда высохнет бантик перекладываем его на торт и укладываем вот так наши части как надо уже все и он красивый на торте у нас будет стоять если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал в следующем видео я покажу как я украшаю пряники будет несколько видео на тему пряника так что заходите почаще на мой канал посмотрите